В какой момент ваши вот эти нежные отношения начались? С рождения. А я никого не любила так в своей жизни. Как маму? Никогда. Никого. Никогда. Моя мама говорила, грех это. Не люби так меня, ты должна любить детей своих. Так. А у меня были они одинаково. Я никогда не о ком не мечтала. Я засыпала и просыпалась. Я жила в коммуналке и думала, была бы у меня моя личная коммуналка. Вот я бы купила шкаф, и вот так бы я его поставила бы, вот так. Значит, у меня была бы вот здесь кровать, а там бы, где окно, была бы, например, у мамочки кровать. И мы бы с ней вместе жили. Потом я мечтала, как она у меня будет в однокомнатной, когда у меня уже была, вот я ее привезу. Я никогда никого так не любила. Не было ни одного отпуска, чтобы я была без мамочки. Мне в ресторане кусок горла не лез. Мне было неинтересно ничего. Все, что я делала, как я ненавижу, блядь, ебаных этих артисток, которые плачут в камеру. Я это ненавижу просто. Вот я плакать не буду. Не плачьте. Я тоже не люблю. Я прям это ненавижу. Вот если у любви есть внешность, да, если есть плоть какая-то, есть, да, вот маму была любовь. Мама была любовь, доброта и человек. Ее любили все ученики, вот, у кого она была классная. Звонили, приезжали. Потому что она была необыкновенная, да. Вообще я мамочку вызвала. У меня, я купила двухкомнатную квартиру в Ховрино. А впереди не вообще ничего, никакой перспективы. И работы нет? Ну, работа была такая пунктирная. Я в Москву прям приехала с нуля. И уже когда меня отпустило, когда я уже подстраховалась, уже я понимала, что меня друзья могут предать, родственники мало чем могут помочь. Материально я поняла, что главное в этой жизни – деньги. и материальное благополучие, что это будет всегда с тобой, это твоя железобетонная стена, никакой не человек. Потому что 90-е показали, что каждый выживает. И это только в кино. Друзья, плечо и так далее. Ну, накормить могут, а дальше-то нет. Но, во всяком случае, круг людей, с которыми общалась я, или от того, что сами были небогатые, или от того, что не видели перспективы и думали в 90-е. Ну, такая вот жопа. Сейчас у всех, и она будет до конца. Никто же не сказал, когда мне было 37 лет, там, 35, ты подожди, потому что потом у тебя будет все хорошо, ты замуж выйдешь, у тебя будет работа, ты будешь на расхват, у тебя будут там антрепризы. А сейчас потерпи немножко. Мы все думали, вы молодая, не знаете, мы все думали, что уже это навсегда. Что будет грязь, темно, и мы из этого не выберемся. Вот, поэтому я сделала ставку, что я должна много работать, я должна хорошо зарабатывать, что мне надеяться не на кого, что я должна себе откладывать, я должна себе купить, и что вот это главное. И меня это никогда... Не подводило. Не подводило. Спасибо.